Слишком много платят им, наверное. Ужасно. Они слили капец, никто не ожидал. Слабо хоккеисты набраны и состав не сыгран. Может это из-за тренера вина, но не знаю. Но что-то там явно происходит внутри команды. Странный подбор игроков. Уровень подготовки, начиная с детских школ, то есть система, наверное, не выстроена. Потому что если посмотреть, сборная Дании та же, она, по-моему, до 2002 года. Она в высшей лиге не присутствовала в принципе. То есть они выстроили, я читал где-то про это, что они выстроили систему школ. И в принципе уже они имеют результаты, они регулярно в восьмерку попадают. Я думаю, что это все и снизу идет, из детского хоккея. Муж смотрит, и ребенок смотрит. Я не присутствую при этом, это жестко. Там играют наши, это да. Или позавчера, когда они играли, он даже не выдержал, ушел. Расстроился очень. Я вообще, честно говоря, в шоке. То есть у нас же там и плат играет канадец. И как бы вроде игроки заряженные, получают хорошие деньги. Почему так играют, мне непонятно. Я думаю, что наши лучшие игроки где-то там за границей. Он пытался привить нашей команде такую канадскую манеру игры в хоккей, когда бей посильнее, беги вперед. Но это не наша схема. У нас более комбинационный хоккей, я считаю, должен быть. Очень мало детских спортивных школ, в которых дети обучаются, опять же, бесплатно. У нас нету вот такого какого-то там духа. Ну, я думаю, что-то там исправится. То есть новый тренер что-то привнесет. Нет, уже и прошлый год тоже было, и, по-моему, позапрошлый тоже они уже плохо играли. Знаете, может, действительно надо тренера какого-то нашего поставить, белоруса, ну, чтобы у него как-то гордость была за страну, за команду. Потому что иностранец, основной, как бы, иностранец-тренер, это основной, наверное, стимул, это все-таки какие-то деньги. Если бы они зарабатывали деньги своим трудом, так сказать, за результат, вот, я думаю, что было бы, может быть, и лучше. Редактор субтитров А.Семкин